Всем привет, с вами Ван, вы на канале Санеч Саван, сегодня у нас будет новое видео и это у нас это будет видео все-таки посвященное ТММ, вот, хотя это очень похоже на формат в гараже Саваном, но это все-таки ТММ, потому что за сегодня мы с вами построим не одну тачку, а сразу несколько. У меня здесь есть Ниссан Сервис 15, 100 марк, С13, ER34 Skyline и еще кучки достроев вон там, и вообще это видео я хотел посвятить тому, что я буду работать с некоторыми машинами в протяжении всего видео, как бы чуть-чуть подделывать их и потом вот получится как бы то, что вы сейчас смотрите, то есть большой видосик, в котором я делал сразу много машин, померучил, работал с каждой. Сейчас я пока что занимаюсь тем, что собираю салон на 34 Skyline, собственно говоря, ковши, сам салон, вон там ништячки для салончика приготовлены, вот где-то здесь лежит дно от 34, вот, пока что я им буду заниматься. Сейчас буду еще собирать каркас, который вот здесь. Кажется, в принципе, вот так. Напишите, нравится ли вам такой формат в комментарии, пожалуйста. Я думаю, что некоторые кадры вы уже видели, вот здесь я вот диски собираю, точнее разбираю, гараж. Короче, будем с вами строить тачки, и это все будет в одном видосе, поэтому приятного просмотра. Погнали ТММ. Я думаю, все очень долго этого ждали. Сегодня мы будем строить жигу на зиму. Это у нас будет пятерка, ребятушки. У меня есть вот такая вот заготовка под пятерку. Да, ей плохо, она была покрашена, вот, но, короче, сделаем мы с вами пушку-гонку на эту зиму, и прямо сейчас мы этим займемся. И первое, что я хочу сделать, это, на самом деле, знаете что, пройтись наждачкой по этой жиге. Возьмем 220-ю, немножко, так сказать, подскурим ее, а потом продолжим, так сказать, ее делать. Так, ребятушки, я продолжаю здесь заниматься сборными моделями, и сейчас я буду собирать скайлайновскую приборку. Вот, я уже поставил датчики. Тут, кстати, у меня ковши, ништячки, вот сам скайлайн, а вот декали, которые я буду клеить. Тут у нас очень много датчиков, всяких доклеек, и вот особенно мне нравится вот эта вот наклеечка, вот эта вот R34 с фонарем, прям вообще шикарно выглядит. В общем, сейчас я это все буду клеить, ну, не все, конечно, но некоторые вещи. И увидим с вами, как будет выглядеть готовая приборка. Плюс у меня еще есть спортивный руль, который напечатал мне Алексей. Короче, будем сейчас делать приборку. Бешки, я уже собрал приборочку, посмотрите, как красиво получилось. Все датчики, все с декальками, приборочка, все тут я проработал, добавил немножечко наклеек для стиля, спортивный руль, вот. Все вообще красиво. И сейчас я буду это устанавливать в салон, а также собирать сам салон, потому что его нужно собрать. Много всяких ништячков, вот ручник, например, кулиса. Ну, в общем, сейчас я соберу салон, и вы это все увидите. Я уже зашкурил жигу, она теперь у нас вся красивая, ровненькая, выведенная, вот. И теперь я буду делать вмятие на заднем крыле. Вмятие она будет не особо сильная, но и как бы тоже такая, чтобы было видно, что это как бы повреждение. Короче, начинаем шкурить заднее крыло, вернее, надфильми его портить, делать его мятым. Но это, ребятушки, будет красиво. Так что начинаем мять заднее крыло. Есть целых три надфиля, вот. И все они помогут сделать мне вмятину на заднем крыле. Она не будет, опять же говорю, слишком сильная, но и в то же время будет видно, что повреждения какие-то на крыле у нас имеются. Поэтому, ребятушки, я начинаю это делать. Уважаем. Я уже зашкурил двухтысячкой жигу, чтобы она была гладкая. И смотрите, что мы будем делать. Смотрите, что у нас. У нас тут вмятие на жопе. Прям такая жесткая. Ну, она такая, чисто от кизовола. Вот. И, в принципе, короче, сейчас я ее буду уже красить. Но сначала, естественно, я ее буду грунтовать. А грунт у нас будет, знаете, какой. Беленький, сиановский. Замечательный грунт. Написанный эмаль, но это грунт. Поверьте на слово, короче. Вот. И потом, я думаю, что сделать градиент. Вот. С помощью зеленой и синей, наверное, красочки. Вот. А может и нет. Я пока не знаю. Короче, поглядим. Пойду сейчас грунтовать. И в зависимости от того, как я ее загрунтую, будем уже думать про покраску. Жигу я уже загрунтовал. Все с ней вообще отлично. Просто замечательно все с жигой. Все здорово. Ставим наш видос про сборные модели. И сейчас я вам хочу показать то, какой салон я собрал на 34-й ГТР. Ой, вернее, на 34-й Skyline. Значит, здесь у нас ковши с ремнями. На приборочке у нас с вами, во-первых, датчики. Все у нас продекалировано. Все у нас правильно все сделано. С декальками. Гидроручник DK Lab. Кулиса спортивная. Спортивный руль. Датчики. Все вообще классно. Наклеечки для стиля. Ковши. Каркас. И также некоторые вещи еще сзади. Сзади у нас нет заднего ряда. Вот так. В целом, очень даже неплохо выглядит. Я думаю, что для Skyline прям замечательно. Так что скоро он уже будет там. Против фановина 34-го. Знайдите. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Вот. Пока что 81-й стоит здесь. Ждет салончик. Я тут уже, смотрите, вклеил стекла в Sky. Все вообще шикарно. И также я вклеил стекла в S15. Тоже все замечательно. Сейчас буду собирать салон на S15. И потом, наверное, немножко тут при культуре. Чтобы сделать такую типа атмосферу корочестроения. Потому что есть много чего построить. Вот, наверное, Марк лежит, ждет. Вот, кабриолет наш конченый. Вот. Ну, это мультифрукт, который прикольный. Тачка, короче, очень даже. Вот, блин, она офигенно, кстати, вот так выглядит. Мне прям утравиться надо и сходкать. Вот. Ну, а сейчас пока что вот ковши новые, новенькие. В гараже занимаюсь здесь разборкой Мазды. Но она постепенно так разлетается. То есть, вот фонари, капот, движок. Там подвеска уже практически вся разобрана. Ну, в общем, Мазда в разборке, ребятушки. Так что вот такая вот тема. А тренажка стоит, ждет креста. Ну, в общем, есть над чем поработать. Вот. Сейчас я еще отсюда возьму несколько моделей. И сделаю здесь атмосферу корочестроения. В общем, работаем, ребят. Определяемся здесь с фонарями. Правые, стоковые или левые. Не, стоковые. Я за левые, потому что вот в таком стиле, мне кажется, они как-то более, что ли, по-стритовому смотрятся. Короче, левые однозначно выставили, потому что они реально офигенно выглядят. С это стоковые мне нравятся вот здесь. То есть, вот эти вот тюнинные фары, эти вот не стоковые, они у меня как раз с той слевой лежали, с родок стайл. Но они мне на ней вообще не нравятся. А вот на этой прям нравятся. То ли с цветом такое сочетание хрома и такого зеленого перламутра. То ли не знаю. Ну, в общем, вот стоковые мне больше нравятся на сливе от родок стайл. А вот такие вот на сток сливе. Вот. Ну, в общем, очень даже неплохо выглядит. Я уже, как вы поняли, здесь обустроился. Смотрите, ребятушки. Корчи, которые мне нужно сделать до зимы. Вот колесики лежат. Там лавр стоит, колеса. Тут у нас мультифрукт. Вот. Ну, короче, есть вот эта вот груда запчастей. Это на сливу. Короче, есть над чем работать. Вот Маджеста. В общем, я планирую сделать какую-то отдельную парковку для своих прям готовых проектов. То есть, как вот эти вот два моих месла. Маджеста моя. Ну, и в целом, больше здесь ничего готового нету. Совсем здесь нужно еще что-то работать. Короче, работаем, ребята. Ребятушки, вы просто посмотрите. Skyline уже практически ссорен. Я уже сделал, так сказать, стыковку с кузовом. Ну, это реально пушка просто. Вот вы посмотрите, насколько пушечный выглядит. Вот морда. Ребятушки, это просто такой стиль. Это стиль неимоверный. Мне очень нравится. Ну, и посиделки с крауном, а также почти собранный Skyline и ссорик, который ждет устретение. Краун, который ждет приклеивание линзы, происходит в 2 часа ночи, когда в шарах упасть тщательно. Так, сейчас мы узнаем, что же у нас здесь лежит. Ребятушки, тут не модель, сразу говорю, а ништяки для моделизма, которые мне необходимы. Итак, вскрываем. Такая коробка офигительно продолговато. Прикольно. Так, смутер. Ой. А. А, да. Я с ним. Маркер хром. Ребятушки, мы с вами в последний раз, когда его распаковывали, я 21 год в итоге наступил. И вот 23 год наступил, ребятушки. Маркер хром. ТС-26 для вот этого вот мистера. ТС-26, ребятушки, будет покрашен. Все шикарно. Тами это С-26. Ну и надеюсь, они пришли, да, они пришли целые. Все? Вроде да. Вроде да. Комплект спорт рулей. Тоже понадобится. Давайте их посмотрим. Надеюсь, они все пришли в целостей сократ. Потому что они очень тоненькие. Вот. На магу и спек. Я вообще. Опа. И смотрим. Да, они пришли все целые. Все хорошо. Все нормально. Шпорт рулей. Они нам необходимы. Смотрите. Вот такая вот красотень. Шпорт рулей. Для вот таких вот телег. Для всяких вот таких. Короче, для сракерских машин всяких там. Вот они, ребятушки, спорт рулей. Сейчас мы их рассортируем. Вот. В мою коробочку с мышечками они отправляют. Покажется в процессе разработки у нас. Так сказать, делаем, делаем стройку. В датчику я поставил тот самый нулевик зубной пасты. Которая торчит из капота, чтобы она выглядела максимально злобно. Собственно, это вроде так и есть. Ну, это так и есть. Не мою здесь фотосессию. Tarmacworks Edition. Красота. Получается просто бомба. Сильвия. Чайзер. Красота. Ребятушки, продолжая. Пальтеза стоит. Слива стоит. Мне, мой, бро Алексей передал один ништяк. Вот в такой коробочке. Не буду вам показывать, что это конкретно. Ну, точнее, сейчас я вам покажу, что это конкретно. Но фирму коробочки показывать не буду. Дай его избежать бана. Давайте посмотрим, что же у нас там внутри, ребятушки. А внутри у нас целых четыре коробочки. И еще один коробок. Это мои запчасти. Здесь у меня всякие там, всякие ништячки. Ну, а здесь, ребятушки, еще куча запчастей. Давайте их посмотрим. Тут у меня комплект рулей, ребятушки. Зеркала на крыльях. Здесь баклажки, датчики DeFi. Еще комплект рулей, а также коробочки для китов. Вообще, короче, красота лютая, пацаны. Забыл, смотрите, что еще. Ручник. Все. Красота. Тойота Крест. Вот, на ребятушки. Тойота Крест, так сказать, мислушечка моя, стритушечка моя. Замечательные кресты в девяностом кузове. Вот, на ребятушки. Покрашена она, короче, это вообще одна из моих первых моделей. Вот, она очень много пережила. Она пережила падение. То есть, вот, трещина прям идет, очень жесткая. Она жестко пережила падение. И сейчас, потом я ее покрасил, точнее, вот, просто решил облить черным акрилом. И сейчас я хочу сделать из нее ребилд. Точнее, сделать ее ребилд. И первым делом, что я хочу, так это снять коробочку с дна. То есть, разобрать машину. Это все достаточно просто делается. Почти ничего даже не сломали. Ну, бампер, конечно, треснул у нас. Вот, опять трещина пошла, да. Короче, бампер нужно будет ремонтировать. Вот, но сейчас мы все это будем делать. С вами, ребятки, сейчас мы будем с вами делать ребилд и крест. На самом деле, я не хочу особо многого здесь менять. Что я сделаю? Я поменяю просто руль. Это точно. То есть, я хочу поменять руль. Тут стоит шикарный GT-эровский руль. Но я хочу поставить спортивный руль типа ОМП. Датчики я тоже обязательно буду менять. Поэтому все вот это вот мы будем менять сейчас. Сап. Короче, ребят, фотосессия. Будет такой формат влога. Ну, в общем, совсем скоро. Будет, наконец-то, фотосессия. Потому что лето, блядь, жара. Пиздец, крапива. Смотрите. Но о фоточках сверху-то хрен нет. Поэтому прямо сейчас я направляюсь на памятник Победы. Фоткать там тачки. Наконец-то будет суета. Очень ее давно не было. И, наконец-то, надо будет показать то, что было построено сазим. Сазим было построено так-то нихуя модели. В принципе, даже дохуя. Единственное, только я себе думал, что я так и не поставлю на чайдер. Но это будет в будущем. По крайней мере, прямо сейчас с этим ведутся работы. Вот. Но, короче, сейчас увидите, ребят, что машина, ну, наверное, 12-15 точно будет. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Забрали тяги бархатные для TSX-а. ТЕ-шечки, ребятушки, не охуеете. Выбор просто флексово вместо вот этого залетят уверенность. Потому что эти уже потрепанные, да и, в принципе, они не мои. Лучше, конечно, вот эти вот. Я, кстати, второй раз в своей жизни покупаю колеса. Но, в отличие от тех, которые у меня были розовые, эти уже сразу с резины. И они надеты. Возможно, даже они будут лучше. Не знаю. По крайней мере, вот тут резине уже очень плохо. Потому что, повидало, она очень-очень много всего. Ну и, в принципе, все. Сейчас все это дерьмо будем устанавливать вот сюда. И посмотрим, что выйдет из этого. А потом у нас еще вот столько всего есть для вот этого. И еще очень-очень много работы. Забрал салон, собственно, вот как он выглядит. Я его очень давно не видел. Вот это вот я делал в 2020 году. Собственно, какой тюнинг я сюда взял? Я вот сюда взял сборную модель этой креста, только в масштабе. Датчики, гидоручник, новый руль спортивный. А также вот такие вот покрашенные в кислоту катки. И куча декалей. А еще вот такой вот мультимедиа. Вот, короче, будет красота. Ребятушки, продолжаем наш модельный влог. В общем, сегодня у нас будет необычный проект. Продолжается. Точнее, начинается необычный проект. Дело в том, что моей девушке день рождения, скоро. И я хочу на день рождения подарить необычный подарок. А именно вот такого шикарного Леху. Икея Toyota Alteza. Ей очень нравится этот кузов. И прямо сейчас, ребятушки, я буду строить у него лютейший стендерский проект. Я уже подготовил деревянный руль. И сейчас буду красить салончик. Вот. Вот, собственно, так сказать, будем сейчас строить. Вот, кстати, слива, которую строила она. По-моему, слива просто вообще бомбезная. Так сказать, я лайков на сливу накидайте, пожалуйста. В общем, сейчас я буду строить тачку. И посмотрим, что это выйдет. Пока не знаю. Но вообще идея есть в голове сделать такой стритовенький стендс. Вот. Поэтому буду делать его. И все, ребятки, погнали. В общем, сейчас мы с вами отправляемся строить этот проект. Ши решила взять этот интегры. С белым... О-о-о. Блядь, нет, впитывайте ковши. А не какие-то херовые. Вот. Короче, откуда-нибудь возьмем ковши спортивненькие. Подумаю, откуда. Но это же дело просто. Вообще-то уже потом. Как говорится, сейчас самое главное сделать красивый стендс. Короче, я начинаю красить салон. Его нужно еще покрасить. Это будет долго. Поэтому я отправляюсь делать это. На вам удачи и приятного просмотра. Торбета уже такой в серый. Мне нравится что-то. Такой серый, значит, салон на японцах. Вот. В этом что-то свое есть. Вот покрасил, короче, сам салончик. Альтеза пока что ждет. Вот. Ну, буду, короче, легче называть Альтезой. Условно, ребятушки. Вот. Надо взять ковши. Пока не знаю, откуда я их возьму. Вот. Но я хочу, чтобы ковши были или серые, или черные. Но я пока не знаю, откуда можно взять. Потому что нигде. Я не вижу тачку с черными ковшами. Вот. Ну, вот. Они тут серые. Тоже. Блин. Ну, не знаю. Возможно, кстати, отсюда. Пока не знаю. То есть, ну, тоже с Интегр. Вот. Еще Интегр. Она возле стояла. Поэтому. Поэтому пока не знаю, короче. Поглядим. Вот. Субару можно было бы взять. Но они засранные. Я не хочу их мыть. Вот. Поэтому пока будем, короче, брать Синтегр. В случае, я попробую, ребятушки, накинуть новые тапочки на BMW X6. И сейчас вам покажу то, что получилось. Погнали. Ребят. Ну, диски это 100%. 80% вида машины. Это прям вот однозначно. Вы смотрите, какая на ляля стала на них просто. К ФТМ. Что за тяги такие? Бархатные. На иксиоптику. Сейчас я буду собирать вот эту вот замечательную Мазду RX-7 FD3S из Lego. Но это не Lego. Это кадр. Но типа конструктор. В общем, модель должна получиться в дошерном масштабе. Легендарная тачка из LOD. Вот она, ребятушки. Настоящая легенда. Давайте ее начнем собирать. Вот. Сейчас посмотрим, что будет. Где-то тут была картиночка. Я взял. А, Вову. О, ребятушки. Вот такая вот легенда. Да, короче, погнали ее анбоксить. На момент первый раз вижу в конструкторе японские декали. Это же просто офигенно. Как красавица должна у нас получиться. Дальше, вот уже что-то вырисовывается. Прям вообще очень красиво. Я думаю, что скоро закончим и увидим конечный результат. Что за аппарат, ребята? Это просто флекс. Вы посмотрите, какая красивая мазочка у меня получилась. Это просто, блин, какая она кайфовая. А, шалеть. Смотрите, ребятушки, подкапоточка. Красота. Надо слончик только доработать. Потому что, в принципе, он очень хороший, имеет вид. А еще дали вот такую табличку. Кстати, очень красивая. С аешечкой. В общем, прям вообще гига кайфовая с этой тачкой. Она мне очень нравится, ребятушки. Скоро будет видосик. Блин, какая она кайфовая. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Подписывайтесь на мой канал Подписывайтесь на мой канал